Игроки Гомеля Алексей Теслюк, Егор Трояков и Олег Ковалев ушли из футбола. Заголовок новости в преддверии старта чемпионата Беларуси в первой лиге был похож на первоапрельскую шутку. Но футболисты ушли своего профильного вида спорта лишь на полчаса, примкнув на одну тренировку гонболиста. Упражнения на реакцию и координацию, отработка действий в нападении и защите. Футболистам пришлось нелегко на разминке с гонбольной командой. Пятничным вечером футболисты Гомеля уже в полном составе пришли на встречу с болельщиками. Мероприятие традиционно началось с представления команды и приветственных слов директора клуба и главного тренера. Мы рады, что вы пришли на эту встречу. Я знаю, что очень много поклонников в канадских сектах, очень большой в Гомеле. Наверное, далеко не все здесь сегодня собрались. Но, тем не менее, приятно и пользуюсь случаем. Конечно, хочу пригласить вас на наши игры. Затем пришедшие на встречу болельщики стали задавать вопросы. Авторам самых интересных клуб дарил книги «Мяч над Сожем» от Сергея Вершинина и Олега Дубовца. Болельщики задавали немало вопросов. Интересовались формированием состава, предсезонной подготовкой команды. Спрашивали, кто в первой лиге является самым сильным соперником для Гомеля. Как назначался капитан. Им, к слову, стал Павел Ситко. В неформальной и уютной обстановке звучали и непростые вопросы, касающиеся финансового состояния клуба. В финансовом плане трудно и предприятиям, и бюджетникам, и спортивным организациям. Не получится ли так, как в прошлом году, что после первого круга некоторые футболисты за невыполнение условий контракта могут покинуть команду? «В этом году дела наши обстоят немножко лучше. Мы ежемесячно выплачиваем какие-то суммы тем игрокам, которые мы должны за прошлый сезон. Будем это продолжать делать. На сегодняшний день смета наша сформирована и обеспечена договорами примерно на 75%. Над остальной суммой мы будем работать в течение второго-третьего квартала. Поэтому на ближайшее время мы чувствуем себя, скажем так, более-менее хорошо». Встреча с командой длилась около часа. В конце мероприятия у каждого болельщика была возможность взять автограф и сделать памятное фото с игроками. Футболисты, в свою очередь, приглашали всех желающих на трибуны. «В этом сезоне главное, чтобы они приходили, нас поддерживали, и мы будем отвечать взаимностью». «Это важно для нашей команды, тем более «Гомель» – это клуб с традициями, с большими. Здесь очень любят футбол, в этом городе. «Такая команда, как «Гомель», она должна играть только бороться за самые высокие места. Потому что, еще раз повторю, что «Гомель» – это футбол зарождался. Впервые играли в «Гомеле» футбол. Здесь стадион классный, футбольный стадион. Здесь болельщики любят футбол. Только нужно бороться за самые высокие места». Борьбу в первой лиге чемпионата Беларуси футболисты «Гомеля» начали с домашнего матча на стадионе «Центральной» против «Орши». Поединок завершился боевой ничьей 1-1. В составе «Зелено-белых» уже на третьей минуте отличился новичок команды Дмитрий Гомза. Гости ответили голом Алексея Ходневича. Следующий соперник «Гомеля» – Могилевский Днепр.